всем привет с вами кейн и добро пожаловать на следующее продолжение сноураннера я взял уже задание последний из доступных заказ полярной базы доступно из этой директивы сейчас я уже чуть-чуть подготовился взял на caterpillar топлива заправки довез сюда к северному порту нам нужно заставить это все в северный порт здесь я тоже подготовился взял внедорожник наш и сейчас погрузим кирпичи раз два три четыре светских кирпичей который мы доставим в северный порт металл кстати металл там рядышком стой базой с нашим пунктом назначения скажем так там недалеко есть склад или что-то типа того и там можно взять металл как раз на caterpillar и я туда и съезжу а дружу топлива и возьму металл это как раз займет ровно две ячейки груза потом возможно вернусь сюда тут есть задание там типа достать а вот контейнеры краном то есть надо будет там три ящика там где вдоль реки расположен вот эти вот ну вот эти вот короче подоны с кирпичами это надо будет вот и дальше в реке прям надо будет взять краны экраном вытащить их оттуда во ну сколько угнать сюда кран как-то не охота и ради там не слишком много опыта и денег поэтому пока этим не занимаюсь и делаю основное задание задание на аляске основное задание боюсь тут проблему нужно поехали бы все равно на заправку там развернуться и тянем и тут можем развернуться заправки конечно будет легче но наверняки заеду сюда тут вроде как вместо большое правда под наклоном не нравится вроде почти без происшествий что это было какой-то она потом возьму этот катерпилы сейчас довезем кирпичи вот бочки уже погружены северный порт а вот а это завод вот завода можно привести металл вот сюда то есть ну вообще близко рядышком так Играет музыка. Так, стоп, нам куда-то надо было повернуть, да, вот направо, а потом налево. Тут даже эти анимированные крюки, вернее эти. Уши на переднем бампере. Там направо, потом налево. А вообще можно было даже сделать чуть-чуть по-другому. Такой лайфхак. Сократить немножечко время. Время доставки грузов. Сейчас я его продемонстрирую. Вести-то нам хочется один хрен до одного пункта назначения. Поэтому будем вести все вместе. Слушайте, что там так плохо себя ведет этот потерпевый на льду. На склоне. Вот. И явно ощущается недостаток цепей на колесах. Ну, 71-е колеса, это, конечно, вообще жесть. Вот так. Так. По-моему, хватит. Пересаживаемся. Берем. Эм. Так. А что-то не работает. Я не понял. А. Двигатель точно. Господи. Что ж я. Вот. Вот так вот. Вот. Теперь два транспорта. И везут два разных груза. В одну точку. Одновременно. А. Ну, конечно, да. Третий транспорт нельзя так прицепить. Но, тем не менее, все равно, даже так, достаточно, мне кажется, неплохо. С учетом того, что это, мне кажется, разработчиками было рассчитано на это. Поскольку. Двигатель во второй машине, которая уже на сцепке. Он запускается, то есть. И она едет. То есть. Это, мне кажется, это, мне кажется, было учитано. Разработчиками. А. А. Там болото. Ёлы-палы. Надеюсь, проедем. При повороте направо там будет сильное болото такое. Да, вот, кстати, строк тянется просто по земле, так что техника едет сама, то есть мы ее не тащим. Вот сейчас натянется, по-моему, да? Вот натянется сейчас строк. Да. Сейчас натянулся. А до этого он просто волочился по земле. Блин, да. А. Что-то мы так долго едем. О, вот и сейчас. Он просто волочится по земле. То есть. Техника едет сама. То есть. Лайфхак работает. Вон она еще. Не, ну мы тут проедем, но только надо будет, наверное, использовать лебедку. Хотя тут камни. По камням мы должны проехать хорошо. О, спорили сколько. Да, конечно плохо, что на потерпилоре нельзя поставить седло, там низкое, высокое. Ага. 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 Нам дальше. Не помимо куда. Ага. Вон дальше. Но если бы можно было еще так третью технику прицепить, то сразу можно было привести все одним конвоем. что было бы прикольно отстрелить отстрелить. Вот так вот. Кирпичи. Раз. 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 топливо. И, кстати, тюнинга внешнего вот этого вот на Катерпилор вообще нету. То есть он просто недоступен. топливо. Так. Теперь назад. Блин. Сейчас впишемся. так. Так. да кстати почему я везу именно из горной долины или как-то назывался территория в общем от нее вести короче получается ближе потому что если здесь найти кирпичи то она в карте от северный порт получается эти кирпичи находится аж хрен знает где там в левой части карты в общем далековато тут я просто перевез через этот тоннель и в общем как бы сократил время поездки ухты единственное что плохо конечно что нельзя на нас церкви вывести сразу две техники тут принципе все просто по-моему даже подсвечивается а ну да свечивается завод по-моему там был здесь на заводу где есть металлические балки но кстати вот этот катер пилы довольно таки хорошо топит по скорости потому что предыдущий на что желтый там тягач получается был он вроде как хорош по проходимости то есть там широкий кузов такой был да он плохо поворачивал но он ехал медленно но эти проходимость в принципе была хорошая а вот катерпилы прям ну пухнет хорошо так он церкви о магазин прицепов а понятно я не понимаю кстати почему нельзя катерпилы прицепить то есть полуприцеп вот этот то есть фаркоп был бы тут и все поехали в чем проблема то не понимаю почему 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 это нельзя как-то осуществить просто откатил катерпилы этот ну то есть он все же может перевести это там две ячейки груза то есть вот балки там или там кирпичи там цемент две как сказать две ячейки груза топлива там допустим все ну либо вот одну целическую балку занимать две ячейки кстати груз так хорошо так подпружинен на этом кузове амортизирует так хорошо кстати того магазине когда я смотрел там по моему несколько катерпилы ров было надо будет зайти посмотреть но чуть-чуть позже может там есть такой который как тягать будет с седлом этим ну а еще я бы хотел бы чтобы в этой игре было пищу может быть когда выйдет вторая часть когда-нибудь то что там был еще какой-нибудь большой кран то есть типа какой-нибудь 100 тонн новая 75-тонного там с длинной стрелой такой большой там шестью или восьми этими мостами то есть не такой который можно поставить на любой тягача такой серьезный вообще вот как вот этот caterpillar то есть что предназначено чистого для такой комплектации кузова и такой то есть седло сюда не поставишь тот же самый кран ты сюда не прицепишь ух ты и что-то думал и уже повернул ладно неудачный момент на финише но бывает о еще оу отлично неплохо в принципе чуть-чуть подзаработали так сейчас я посмотрю что там есть за следующее задание и будем выполнять дальше итак нашел я следующее задание это дополнительное задание да вот называется завал из камней дело в том что этот завал из камней блокирует как бы сказать дорогу в белую долину а тут есть последнее как бы сказать задание но сейчас заблокирована тут надо доставить на аэродром белая долина вот это вот 5 бочек с топливом ну их можно отсюда там вывести там или еще откуда-то подожди я почему-то но я их планирую вывести короче заправки с этой отсюда туда пароход пока что закрыты и вот написано что заблокирована я так подозреваю нужно вот это вот разблокировать возможно это из-за этого поэтому я сейчас беру металлические балки и еду разбирать этот завал из камней по моим кстати ощущениям вот катерпиллер в грязи по пересеченной местности топит очень таки хорошо очень быстро на дороге на дороге ну не особо выделяется не знаю пока я не вижу чтобы он особо выделялся но наш основной скажем так тягач и вездеход вот по пересеченке по грязи едет очень медленно крайне медленно но по дороге со льдом по льду то есть по ледяной дороге едет очень быстро и цепи вот эти вот на колесах они я так понимаю дают ощутимое хорошее такое преимущество поскольку и сцепление есть хорошая с дорогой и ну да то есть заносить она все равно заносит когда разгонишься но тем не менее едет довольно таки хорошо именно по дороге по льду катерпиллер ну так себе по пересеченке хорошо себя показывает но катерпиллер у него два места грузовые а у нашего тягача основного то есть до 5 можно прицепить вот лафет вот этот вот который у нас стоит пять мест то есть это в два с половиной раза больше чем у катерпиллера как бы такое преимущество возможно стоит того чтобы пожертвовать проходимости по грязи ради того чтобы доставить и большее количество груза ну в данный момент это нет то есть всего лишь две ячейки нужно поэтому поэтому кстати не заправиться на елок палы и и и и и и и и вот поэтому я считаю что нужно выбирать технику и под задание то есть техника должна быть обязательно разное в гараже то есть для перевозки разного груза в разные места ну это мне кажется весьма все таки логично и интересно как бы как для меня это как как бы интересно в общем потому что если бы это можно было выполнить на одной и том же транспорте то мне кажется это было бы немножко скучновато ну в принципе если даже мы и не откроем дорогу в белую долину то просто выполним доп задание на caterpillar но в принципе он тоже не по дороге достаточно таки быстро но все-таки пару за перевозком лидером остается внедорожник с низким седлом а то есть вот так вот а теперь посмотрим не задание все таки заблокировано а то есть я так полагаю нужно выполнить вот это вот ну ладно попробую разблокировать все таки то задание ну в общем подошел наверно наш выпуск к концу тут я выполнил тут я выполнил немножко дополнительное задание построил мост дабы открытия в дальнейшем наши пути прохождения и наверное будем по чуть-чуть проходить здесь доп задание а а уже затем посмотрим на основной сюжет это будет здесь там или здесь ну не важно что-нибудь да посмотрим а ну на этом все у меня спасибо за просмотры оставляйте комментарии оценивайте видео подписывайтесь на канал всем пока всем удачи